друзья привет и это канал дизайнера меня зовут андрей и у нас сегодня воскресный влог поехали танюша немного приболела поэтому пожелаем ей здоровья она иногда будет подкашливать на заднем плане да что мы сегодня увидим с вами во первых у меня есть уже три готовых кардигани ща два из которых я сегодня буду отправлять и мы вместе с вами их запакуем во вторых есть третий готовый кардигани ща длинный который мне нужно отпарить и он тоже будет готов к отправке в третьих пришьем бирочку вот на эту шапку в четверт распакуем два вот таких вот вот такой вот таких вот больших посылок чуть позже увидите что там я думаю крутая штука вместе распакуем скоро посмотрим с чего начнем начнем мы с бирочки сейчас вот такую бирочку пришьем на вот такую красивую шапочку как я это делаю очень просто беру иголку нить и пришиваю часть сверху посмотрите как это происходит ну вот шикарная бирочка где наша головушка красота можно прям даже фоточку делать какая красотища посмотри танюш как тебе нам для упаковки кардигана потребуется вакуумный пакет и пылесос вот такой вот пакетик фотографии изделия перед отправкой я уже сделал это у нас кардиган с торчащими кончиками нитей с пуговицами такого темно-синего цвета жаспе меланж антрацит как его называют в общем здесь собрано несколько оттенков цветовых темно-синих и все они очень классную палитру дают особенно при естественном освещении сейчас у нас свет как раз из окна падает и очень классно прямо радует глаз и кстати это один из цветов который прям сильно популярен в этом сезоне начиная с новогоднего больше всех кардиган еще у нас заказали именно в таком цвете вот это ракурс я сделал по максимуму поднял штатив ну хотя есть еще запас но не надо больше к наш с вами кардиганчик курочка обязательно на шапке у нас тоже вот такая курочка это шапочка у нас в подарок идет кардиган еще к этому уезжает он сегодня в минск беларусь дальше нужно ну во первых обязательно я вот уже все это сделает фотографировал изделие перед отправкой потом проверил чтобы у нас не было никаких лишних деталей проверил чтобы у нас не было никаких лишних там ворсинах знаете волосковых деталей пушина то все было чистенько и красиво по поводу вот этих роликов для уборки ворса вот не очень рекомендуем и пользоваться вот такой по всей поверхности потому что кто-то с непривычки и по незнанию может это сделать и вытащить очень много очень шерсти и полотно распушиться сильно я периодически прибегаю к его использованию когда например нужно убрать точечно волоски ворсинки знаете какие-то мусоринки бывают такое это вот удобно раз и убрал но вот так вот прям ездить не рекомендую все все в порядке изделие у нас после вот его высохла все отлично и теперь можно его упаковывать по поводу размера мешка если это важно напишите в комментариях я обязательно найду новую упаковочку или они не закончили в общем найду для вас напишу там то ли 60 на 90 или какой-то такой размер я уже неоднократно использовал такую упаковку поэтому знаю какую форму нужно придать посылке до чтобы она уместилась в коробку заданного размера поэтому меня видите такой прямоугольничек получается сейчас я запакую пакет вытащим отсюда воздух с помощью пылесоса и посмотрите что это будет за брикет чуть не забыл про шапку и это же необходимо положить сюда же можно было шапку в отдельный мешочек положить но я сделаю все в одном общем большом мешке кто переживает за сохранность изделия в этом вакуумном пакете не стоит никаких переживаний после того как мы воздух убрали изделие отлично хранится и здорово сохраняется в компании тоже с ним ничего не произойдет после того как мы его распакуем распаковали встряхнули вот так вот немножечко он полежал и принял свою естественную нормальную форму поэтому в этом плане никаких вопросов и сложностей нет убираем воздух из пакета готово вы видели да я с помощью руки вот так вот по центру разделил пакет в момент высасывания воздуха чтобы потом сложить его по этому сгибу так дальше закручиваем крышечку вот эту штучку который я уплотнял край я оставляю всегда потому что в дальнейшем этот пакет можно использовать он многоразовый как для хранения этого кардигана да так и для в принципе хранения других вещей которые можно хранить в таких пакетах далее вот так вот вот таким образом складываю его еще кстати есть возможность у нас как-то под видите под определенный размер коробки его если это может так назвать под редактировать я буду коробку л использую сдэков скую и он отлично в эту коробку теперь влезть поместится друзья коробок то у меня и нет поэтому как только приду запакую здесь как есть отнесу сдэка там уже куплю коробку и до конца упакую конечно было бы здорово здесь показать как он аккуратненько помещается до в коробочку и но ну нет значит нет значит так а следующим этапом конечно же вот этот вакуумный брикет такой классный мы с вами наш фирменный мешочек положим а мешочки у меня тоже закончились поэтому сейчас мы плавно перейдем к нашей распаковке большой вот этой посылки которую я сегодня забрал на почте поехали как вы уже видели там мешки новые сейчас после коробки протру столешницу эх люблю я вот эти вот мешочки так что он здесь сразу классический душистый чай с алтая подарок кружих отсюда вытащить так а это упаковочный такой материал найти коробку в сторону здесь у нас мешочки разных размеров и я в этот раз попросил мне как-то первую партию не делали с вот такими веревочками белыми они немного больше толщиной они прям не больше нравится а вот последняя партия недавно приходили мешочки более тоненькой веревочкой черненькой я попросил сделать в этот раз опять белую и это круто 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 немножечко разложил наши мешочки это самый большой размер тоже если конкретно по размерам я прям на скидку не помню то ли 70 на 60 то ли 55 на 70 какой-то такой размер и знаете что мне порадовало раньше свитера брата например мы отправляли вот в таких белых мешочках а сейчас я попросил черный сделал в таком же размере то есть как кардиганище большой мешок черная здесь круто ну просто другой цвет мне кажется в него прям свитер брата очень замечательно будет помещаться кстати свитера такие братские мы отправляем без вакуумных мешков оп просто шикарно да на каждом мешочке конечно же есть наш стане логотип такая курочка красивая и qr-код если навести на него камера телефона то вы попадете на мой сайт где можно посмотреть всю информацию про изделие про меня про школу вязания тани курочкина и вообще принципе всю информацию нашей о нашей семье поехали дальше мешочки вот эти мало того что они сделаны вручную это ручная работа они еще выполнены из какой-то специальной ткани который дышит да и очень хорошо подходит для хранения транспортировки вообще вязаных изделий поэтому это прям не только упаковка до красивые в которой заказчику всегда будет приятно получить изделие но и в дальнейшем классный мешок в который можно хранить не только вязаные изделия но и другие какие-то вещи свои шикарно убрал на полочку положил шкаф и лежит хранится класс очень прям порадовали именно мешочки в черном цвете вот в этом размере так ну а кардигане щи конечно же как вы уже поняли мы будем упаковывать в самый большой мешок эти все в сторону берем вот такое вот такой мешочек я заказываю их я не помню как называется вещь мешок по магазину ларисы она их отшивает вручную заказывает ткань вот эти по размерам отшивает потом или до этого наносит такие логотипы классные короче мешки офигенные и кстати их можно впоследствии использовать ну для хранения изделия потому сюда кардиган помещается и без вакуумного пакета прям в своем естественном состоянии просто его аккуратненько вот так вот сворачиваем и убираем вот и все наш кардиганишек готов к отправке сейчас после того как закончу вот это видео отнесу все это дело в сдэк в минск буду отправлять компании сдэк вот вот так выглядят эти коробочки так следующий кардиган у нас на отправку если помните я на этой неделе как раз показывал что мне прислали кардиган обратно и это как раз именно он что нужно было в нем переделать даже не переделать а дополнить его заказчица заказывала его для мужа в феврале месяце он был готов вот с февраля месяца до текущего момента супруг носил его кайфовал на горе даже не снимал на автомобиль ездил просто в восторге попросил все-таки добавить сюда пуговицы потому что иногда когда очень ветрено все таки бывает знаете приятно удобно комфортно застегнуть пуговицу да и как-то более-менее не так холодно себя чувствуешь несмотря на то что изделие все равно крупные вязки оно на сильном ветру продувается поэтому я всегда советую вниз поддевать какую толстовочку знаете чтобы не продувал сильно сам год-два назад был в волгограде с сыном и гулял там желтом кардигане и прочувствовал вот этот момент был такой небольшой ветерок и мне прям хотелось знаете застегнуться вот здесь вот как-то застегнуть его что было как-то по потеплее что ли кстати пока я здесь отвечаю на ваши комментарии не забудьте подписаться на канал если еще это вы не сделали и обязательно поставить лайк в крайнем случае можете оставить комментарий что вам не нравится или что вам очень нравится лишь почему вы до сих пор не подписались да и смотрите в современном мире социальные сети блоги и влоги очень сильно зависят от активности аудитории это очень важно чем больше вы пишете комментарии даете обратные связи ставите лайков на мой репост туда подписывайтесь тем лучше канал продвигается вверх тем лучше становится активность тем больше людей смотрят автора и заряжаются его энергии поэтому давайте сделаем этот мир добрее обязательно оставляйте комментарий и все будет классно спасибо в общем добавил я сюда пуговицы это кардиганища опять как я и говорил до цвета вот этого темно-синего жаспе его носили с февраля месяца я посмотрел все с ним классно все круто кончики торчат изделия как было длиной там сто сто пять сантиметров так и осталось ничего с ним не случилось хорошим виде в хорошей форме поэтому пришел я сюда пуговицы сделал такие крупные петельки сейчас буду его упаковывать и также отправлять сейчас крупным планом покажу вам петли как получились вот такие крупные деревянные пуговицы с двумя отверстиями и с помощью крючка я сделал такие классные петельки всего на кардигане 4 пуговицы и 4 петли с каждой из сторон можно сказать что пуговицы в этом изделии носит такой знаете чисто визуальный характер просто для красоты изделия с ним выглядит более таким дополненном законченным но в ряде случаев конечно не практическую цель тоже несут позволяет застегнуться небольшого ветерка я нашел новый запакованный мешок здесь две штуки и размер у них 60 сантиметров на 90 сантиметров вот такой вот мешочек этот кардиган запакован абсолютно так же как и предыдущий сейчас сделаю это на ускоренной съемке чтобы не занимать ваше время и перейдем уже к следующему этапу что у нас там у нас вообще очень много есть о чем рассказать но как говорится степ-бай-степ давайте упаковывать сначала можно конечно еще скотчем вот здесь до заклеить но это ни к чему потому что например вот этому кардиган ехать не так далеко он уезжает в москву поэтому не стоит и потом когда скотч отдирать будете он может оставить следы и как-то не очень приятно использовать мешок а так все будет супер теперь самое главное не перепутать кардиганы и не отправить один за место другого . это конечно будет не очень приятно ну и конечно же как здорово сюда вписался вот этот мешок для свитера брата просто потрясно теперь бы вспомнить вот этот новый кадет который я приду при делал пуговицы а вот этот в минск уезжает этот сразу сторону поэтому лучше даже как-то маркировать знаете если у вас есть одинаковые изделия в одинаковых мешках чтобы не перепутать я порой какие-то бирочки делают для себя или такие кусочки бумажек стикеры на которых пишу какие-то обозначения чтобы не перепутать и случайно не отправить посылку другому заказчику я еще делаю фоточки фоточку мешок фотографирую заказчику отправляют то все у нас в норме все в порядке мы потом вздеки еще коробку фотку или не вздеки смотря какой компании отправляют и фотографирую накладную со всей информацией по которой отправляю заказ дальше у нас распаковка опа да это пришло крепление от фирмы уланзи я заказывал с алиэкспресс эту штучку называется она ss02 здесь тоже смотрите фирменный мешочек черный кстати материал очень классный но это синтетика такая которая не пропускает влагу но он очень приятный и здесь вот такая штуковина это присоска в общем на стекла чтобы машине можно было знаете снимать влог делать съемку какую-то также везде где стекла есть можно использовать например в квартире или студии можно к стеклу ее при лепить и отсюда уже видите такая штучка прикручивается и крепление может быть как для смартфона так и для камеры микрофона в общем очень удобная штука это нам нужно с Танюшей для снятия влогов класс 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 параду вот эта фирма кстати уланзи она правильно называется у меня и штатив 1 от нее штатив 2 вот эти для микрофонов не для микрофонов а для смартфонов такие крепления все этой фирмы и знаете ничего не могу сказать про нее плохого очень только хорошие очень качественные такие аксессуары для видео для фото вот видите как раз про этот кронштейн я говорил если выбираете что-нибудь такое недорогое и качественное прям по своему опыту могу порекомендовать крутые штуки отлично новый аксессуар в копилку о необходимости такого крепления вот последний раз мы с Танюшей ездили за город и снимали влог кстати вид новое видео скоро на этом канале с нашего однодневного путешествия на природу за город и там нам как раз в машине мы поняли что не хватает вот такой штуки потому что со штатива не очень удобно держать или на торпеду куда-то ставить узнать или на магнитный вот эту зарядку вешать не очень удобно а с помощью этой штуки можно расположить именно там где нужно смартфон и выбрать такой ракурс который прям прям классный для съемки чтобы было видно и меня и Таню и снимать поэтому скоро увидите в действии теперь по поводу крючков позавчера начал осваивать крючок как обычно миллион вопросов к Тане показал на мне как делать воздушные столбики как первый ряд вот эти воздушные петли разворачивать вот связал вот такой прямоугольничек потом вот такой прямоугольничек еще один короче пока прямоугольнички вяжу учусь получил много комментариев по поводу того как правильно держать крючок например сейчас вам покажу мне например удобно держать его знаете вот так как спицу то есть я привык привык на спицах вязать да и привык вот такому хвату и естественно когда я беру крючок у меня возникает желание взять его именно вот так мне так удобно таким образом вот видите взял вытянул протянул провязал вытянул протянул провязал это вот такой вот захват еще называют вот как нож до держит как еще чтобы когда мы вот так держим руку а есть еще некоторые люди держит крючок вот так у меня подстань например так вяжет но опять же здесь такая штука вот видите как карандаш как карандаш мы берем да так можно так у меня получается вчера я полдня вот так вот именно провязывал но мне все таки удобнее вот таким образом начитавших ваших комментариев очень многие конечно не то что советуют а категорично заявляют то что держать крючок нужно именно вот так как карандаш и учиться нужно сразу правильно и так далее ну вот знаете по своему опыту могу сказать следующее таня мне тоже самое не рассказал то что нужно держать инструмент так как тебе удобно как бы нет понятия правильно неправильно результат все равно у всех получается не то что одинаковое в результате все равно свяжешь то что хотел связать да у каждого есть свой почерк потому что натяжение нити и все-таки мы все разные руки у всех разные у всех растут с разных мест выбирать нужно именно тот захват крючка который тебе удобен я пока мне удобнее вот так как спицу держать но я пробую также и вот таким образом пока еще для себя наиболее удобный на подходящий классный самый вариант вот этот вариант пока у меня в приоритете так вот я вчера ездил на электричке к родителям взял с собой два крючка взял пару мотков сидел вязал пробовал провязывал так провязывал вот так короче понял что это прям очень дискомфортно вот так вот рука у меня быстро устает и думаю нафиг я вообще связался с этим крючком зачем оно мне надо если мне на спицах все так нравится но потом так подумал покумекал все-таки это новое что-то да для меня поэтому такой дискомфорт там непонимание это абсолютно нормальные вещи и нужно просто потратить немного больше времени чтобы привыкнуть найти для себя более там приоритетный захват и продолжать вязать просто нужно время просто нужно учиться учиться и не сдаваться поэтому крючок немножечко отодвигаем в сторону буду все выполнять только в удовольствие с не перенагружаясь и не получаю никаких негативных эмоций забрасывать не будет я взял с собой вчера еще и спицы вот это такой на эти резервный проект крючком я вообще решил просто квадратики из остатков повязать и возможно потом из них плед сделать но я смотрю не сейчас такие достаточно жесткие получаются потому что мне еще никак не удается контролировать правильно плотность чтобы не было слишком плотными вот эти ряды и полотно получающиеся поэтому пока не понятно что из этого выйдет но я буду стараться так вот я вчера взял после крючка спицы и вы не представляете какое я удовольствие и наслаждение получил именно от вязания спицами именно вот на контрасте да с крючком как здесь все легко изящно тонко вы знаете ровненько каждая петелька вот она я ее вижу я ее чувствую провязываю спицы легкие тонкие ничего не цепляется как все здорово получается но это меня все равно не отталкивает от нового инструмента поэтому я буду пробовать буду учиться если например вы недавно тоже вяжите крючком возможно у вас есть какие-то уже лайфхаки советы если есть чем поделиться обязательно пишите в комментариях буду рад почитать кстати цвет вот этот очень классный несмотря на то что называется зеленый да но это пряжа ручного окрашения и она отдает несколькими цветами такими очень очень красивый если помните на этом канале есть видео я вязал из этого мериноса кардиганища в 14 нитей и действительно цвет какой-то невероятный очень красивый и пару некоторые фотографии мне до сих пор присылают люди ставят их на заставке дать в телефоне там получается я полотно вот это английская резинка сфотографировал и очень-очень это красиво прям завораживает зачем мне крючок просто для разнообразия решил какую-то движуху тоже что-то все спицы 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 да мне спицы нравится но решила крючок тоже попробовать вот видите пробую и делюсь с вами тем что у меня получается давайте дальше а дальше у нас длинный большой курдиганища вот такого цвета курдиганища кардиганища вы знаете он готов уже он готов он длиной метр сорок вы представляете метр сорок единственное что мне осталось это провести в этого то есть сегодня проведу в этого от парю там если нужно где-то детали он тоже с пуговицами вот такими черными конечно и вот на улице поснимать да но совсем чего-то нет сегодня времени сегодня у нас такой домашний квартирный блок сколько он весит ну я думаю не меньше четырех с половиной килограмм а то наверное даже ближе 4 800 вот так если вы сейчас смотрите на руки да для меня это руки короткие потому что сделано по меркам заказчика все специально все так нужно здесь еще если видите немного повыше манжеты сделал я также по согласованию заказчик захотел именно так мне кстати нравится как получилось и что получилось этот кардиган сегодня буду стирать сушить сейчас создам накладные пойду отправлять два заказа в москву и в минск что у нас на следующую неделю опять кардиганища теперь красного цвета и ярко синего цвета пряжа уже приехал два кардиганища у меня в проекте теперь они новые но в плане новый пряж только приехал еще даже не начинал еще даже не рассчитывал это пока лишь предзаказы за которые я получил предоплату и заказал материал на это на следующей неделе также у нас на следующую неделю еще освоение крючка ну и текущие какие-то проекты шапки вязание спицами жизнь знаете влога блога вот эти все вот штуки таня почти уже выздоровела но остался еще небольшой кашель поэтому пожелаем ей побыстрее скорейшего выздоровления и конечно же чтобы она присоединялась ко мне в мои видосики на часах уже необходимое время у нас 14 00 и мне пора спасибо что были со мной это был классный визуальный воскресный блог есть такой формат кстати зайдет обязательно оставляйте комментарии буду снимать дальше каждый день снимать влоги как то можно конечно да как я провожу прямые эфиры каждый день можно но вот там собрать все какие-то моменты из недели какие дела какие проекты у тебя были как-то поделиться этим в отдельном видео по моему мне кажется тоже отличным форматом поэтому обязательно оставляйте свои комментарии пишите возможно какие-то еще есть вопросы которые вам интересны да которые стоит мне осветить буду обязательно иметь ввиду потому что ваши комментарии читаю всем огромное благодарочка за то что пишите спасибо с вами был дизайнер андрей всем хорошего дня отличного настроения мирного неба главой и всего самого лучшего давайте пока пока друзья забавная ситуация вот у меня два мешка сумки для отправки и перед выходом я понял то что не сделал никаких пометок вам советовал а сам ничего не сделал в итоге пришлось распаковывать чтобы понять какой заказ куда уезжает пришлось потратить еще немного времени будет мне в очередной раз уроком хотя я и так вроде всегда помечай но не сделал видимо пока видео снимал чуть закопался и так получилось ладно посмотреть какая у нас прекрасная погода весна солнышко полным ходом яркие краски вот эти побежал я по ссылке отправлять дел еще очень много давайте а вот опять же так Продолжение следует...